Святого Симеона Верхотурского почтили в Ташкенте. Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий в день памяти уральского праведника возглавил божественную литургию в пределе святого великомученика и целителя Пантелеймона Свято-Успенского кафедрального собора Ташкента. Праведный Симеон Верхотурский родился в начале 17 века в европейской части России в семье благочестивых дворян. Повинуясь Божию промыслу, оставил почесть и земной достаток и удалился в глубокую провинцию. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. В то время эти земли населяли преимущественные язычники. С проповедью о Христе праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Коренные жители полюбили его за праведное и чистое житие. Подвижник был хорошим портным, поэтому работал в домах у крестьян, где обшивал всю семью, но не принимал за труды вознаграждения. Праведник имел уединенное место, где ловил рыбу, ею он и питался. Блаженная кончина святого произошла в 1642 году. Господь прославил своего угодника спустя 50 лет после его кончины. В 1692 году жители Меркушинского села близ Верхотурья чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они уже успели забыть. Вскоре от мощей стали совершаться многочисленные исцеления. По молитвам церкви Господь открыл имя праведника. 25 сентября 1704 года было совершено перенесение святых мощей Симеона в Верхотурский монастырь. Сегодня сибирский святой становится близким и жителем Ташкента. В кафедральном соборе есть его икона с частицей мощей. И митрополит Викентий призывает свою паству обращаться к Симеону Верхотурскому в своих молитвах и подражать ему в исповедании веры. «Каждый из вас здесь присутствующий, подражание праведного Симеона, простого мирянина, вот нужно нанести веру в Христову. Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, какую бы работу ни исполняли, мы везде должны носить свет Христов. Потому что мы свет этого мира. И свет мира – это что? Наша вера. Конечно, мы, к сожалению, по своей немощи, слабости, греховности, скрываем свою веру. И скрываем подчас из-за того, что мы не хотим показать себя православным верующим. Потому что православная вера – это что-то особое такое наше поведение. Но мы этого не хотим. Мы хотим быть, как все. Как некоторые говорят, я не хочу быть белой вороной. И вот праведный Симеон был этой белой вороной, но нес это служение в течение всей своей жизни, и из-за этого получил от Бога великую славу и честь. Владыка отметил, что праведный Симеон особенно помогает в случае глазных и костных болезней. Однако нужно в первую очередь молиться ему о стяжании добродетелей, о наследовании Царства Небесного. Ведь научение жизни по Евангелию – это главное, чем нам может помочь святой.